Приветствую вас дорогие зрители на своем канале, посвященном миру кораблей. Вещать сегодня будет Jedi46, а темой для ролика в этот раз станет подробный разбор уникальных командиров. Я расскажу вам о том, что это за командиры, как их получить, а также про то, какими особенностями и талантами они обладают. Для удобства в видео, как обычно, добавлены таймкоды. Итак, начнем с того, что это вообще за уникальные командиры. Это командиры, которые обладают улучшенными версиями стандартных навыков, а некоторые из них собственными талантами и персонализацией. Чтобы не слишком уж растягивать видео, подробное описание навыков будет высвечиваться на экране. Я же буду озвучивать только название и степень полезности некоторых из них. Несмотря на то, что всех командиров в игре делят на стандартных, особых и уникальных, последних в этом списке также можно поделить на две группы. Первая – это командиры с улучшенными навыками, но без талантов. Вторая – это, соответственно, командиры, у которых присутствуют уже собственные таланты и навыки. Начнем разбор с первой группы, про которую я постараюсь рассказать кратко. В нее входит 7 командиров, не считая повторяющихся. У 6 из них есть двойник, который приобретается за 1500 дублонов. Одного командира в игре можно встретить аж в 4 экземплярах. Но обо всем по порядку. Первый парный командир – это британец Джек Дюнкерк, народную версию которого можно получить за сбор одноименной коллекции. Его улучшенные навыки – это наводчик, мастер снаряжения и специалист подготовки снаряжения. Второй командир в списке – Франц фон Ютланд, которого можно приобрести в Адмиралтействе за 35 тысяч угля. А его улучшенные навыки – это бдительность и специалист подготовки снаряжения. Третий командир – Азиатский Кван Рон, который также приобретается за уголь по цене в 35 тысяч. Его улучшенные навыки – пиротехник и взрывотехник, а также мастер борьбы за живучесть. Четвертый командир – советский Виктор Знаменский, приобретаемый за уголь по аналогичной другим цене. Его особые навыки – профилактика, наводчик и специалист противоаварийных и ремонтных работ. Пятый в списке – американец Джон Доу, также приобретается за уголь и владеет улучшенными версиями навыков наводчик и заряжающий. Шестой командир – это француз Жан-Жак-Онор, получаемый за сбор коллекции «Vive la France». Он владеет усиленными наводчиком и отчаянным. Также среди этих командиров есть еще аватар Александра Овечкина, сразу в четырех вариантах. По одному для СССР и США и два межнациональных, которых можно посадить на корабли обеих стран. Его можно было получить бесплатно или купить во время ивента, но сейчас он, к сожалению, недоступен к приобретению. Его улучшены навыки – наводчик и мастер борьбы за живучесть. Ну а теперь самое интересное. Переходим к уникальным командирам, у которых есть собственные таланты. Таких командиров всего восемь, и некоторые из них могут очень сильно повысить эффективность вашего корабля в бою. Про этих командиров я расскажу более подробно, а также упомяну на какие корабли они больше всего подходят. Для удобства и отличия от предыдущей группы далее я буду называть их адмиралами. Также пару слов о талантах. Это персональные навыки адмиралов, которые активируются при определенных условиях. Например, при получении достижения или убийстве противника. Итак, первый адмирал, которого мы сегодня рассмотрим, это британец Эндрю Каннинген, который приобретается в Адмиралтействе за 175 тысяч угля. Его улучшенные навыки – специалист подготовки снаряжения и авиационная броня. А таланты, которыми он владеет, это молниеносный, трофейное снаряжение и безжалостный. Таланты и навыки этого адмирала не отличаются высокой эффективностью в сравнении с другими командирами из списка, но при этом их достаточно легко активировать, если учесть, что линкоры, тяжелые крейсера и авианосцы у британцев играют в основном от пожара. Да и получить две ленты затопил – не проблема на авике или эсминце. Подойдет этот командир для большинства британских кораблей, не считая легкие крейсера из ветки Минотавра, так как на них таланты и навыки будут почти бесполезны. Вторым в списке рассмотрим немецкого адмирала Гюнтера Лютьенса, который также приобретается за уголь по аналогичной цене в 175 тысяч. Его улучшенные навыки – профилактика, наводчик и улучшенный форсаж самолетов. Он также владеет талантами заряжающий ПМК, заряжающий ГК, выносливый и мастер авиационного оборудования. Данный адмирал является одним из наиболее универсальных и его можно использовать на любом немецком корабле. Талант на ПМК отлично подойдет линкорам и сделает их еще опаснее в ближнем бою. Перезарядка ГК легко апается на эсминцах и крейсерах. Мастер авиации же также полезен и легко получается на авианосцах. А талант выносливый является одним из наиболее полезных на эсминце, так как по сути дает нам хилку, да еще и активируется многократно за бой. Разве что его эффективность сильно падает в боях с авиацией, из-за постоянного засвета противников самолетами. Третий по счету европейский командир Ежи Свирский. Данного командира можно было получить за прохождение кампании с сильным духом и сейчас он недоступен. Однако если вы не успели, не стоит расстраиваться. Его должны добавить в адмиралтейство за уголь через некоторое время по аналогии с другими командирами. Улучшенный навык у этого адмирала всего один, отчаянный, а его таланты это мастер торпедного вооружения и мастер зенитчик. Особого выбора кораблей у европейцев нет, однако этот командир прекрасно дополнит как Халланда, так и его собрата Смалланда, за счет не самых сильных, но при этом очень простых в активации талантов. Да и улучшенный отчаянный делает его весьма полезным. Четвертым адмиралом стал итальянец Луиджи Сансонетти, единственный из этого списка командир, которого можно получить за сбор коллекции под названием решительно и быстро. Однако не обольщайтесь легкой покупки, ибо каждый ящик с элементом коллекции обойдется вам в 6000 угля, а дубликаты меняются по курсу 4 к 1. Улучшены навыки этого командира, заряжающий и торпедист, а его таланты это скорострельный, дальнобойный и скрытые резервы. Особого выбора у итальянцев опять же нет, однако в преддверии выхода линкоров можно сказать, что этот адмирал отлично покажет себя как на линкорах, так и на крейсерах своей нации. Его таланты также не обладают высокой эффективностью, но их весьма просто активировать в бою. Пятым командиром в списке стал советский Николай Кузнецов, приобретаемый в адмиралтействе за уголь. Улучшенный навык у него всего один, это специалист подготовки снаряжения. Талантов же у него также всего два, неприкосновенный запас и воля к победе. Однако это тот случай, когда качество важнее количества. Если неприкосновенный запас это просто неплохой навык, который иногда может подарить нам дополнительные расходники, то второй талант являет собой один из самых имбалансных перков в игре. Это сразу и хилка, и ремка, и пониженная точность врагов на целых 30 секунд боя. Трудно даже описать, насколько сильно он может повысить выживаемость условного Кремля или Сталинграда, но лично мне этот перк спасал корабль чуть ли не в каждом втором бою. Соответственно, наиболее результативно советский адмирал покажет себя именно на Кремле или Сталинграде. Впрочем, при желании его можно посадить на любой корабль этой фракции. Шестой командир – француз Филипп О'Буано, который аналогично предыдущим приобретается за уголь. Улучшенный навык у него также один – это мастер борьбы за живучесть. Но при этом в наличии три таланта – пламенный, грозный и стремительный. Данный адмирал, к сожалению, хорошо подойдет только на эсминцы, так как первый талант бесполезен на линкорах и крейсерах, второй можно активировать на республике, но это только при определенной доле везения. На эсминцах получить сокрушительный удар все же проще. Третий же талант принесет пользу любому классу, но наибольшая эффективность опять же будет только у эсминцев. Вспоминая, что и улучшенный навык также предназначается эсминцам, выбор специализации становится очевиден. А еще не стоит забывать, что другой особый командир Франции имеет улучшенного отчаянного и зачастую будет куда проще в реализации на линкорах и крейсерах, хотя у него и нету талантов. И наконец переходим к самым интересным, по моему личному мнению, командирам из списка. Седьмым по счету адмиралом оказался Уильям Хелси. Этого командира можно получить за выполнение его тематической кампании, в награду за которого вы также получите несколько суперконтейнеров и целую кучу флажков, камуфляжей и кредитов. Улучшенные навыки командира, заряжающий и наводчик. Талантов же у него всего два, но как мы уже знаем по советскому командиру, качество компенсирует количество, а неумолимый и неуловимый только подтверждают это. Если получение в бою двойного удара является сложной задачей, хоть и приносит неплохой бонус, то вот заработать поддержку обычно не так уж сложно, а вот бонус от этого таланта ну очень хорош. Благодаря своим особенностям Хелси лучше всего будет играться на линкорах и крейсерах, однако при желании вы можете посадить его также на эсминец или авианосец. Последним же командиром, которого мы сегодня рассмотрим, станет японский адмирал из Сороку Ямамото. По аналогии с Хелси, его можно получить за прохождение тематической кампании, за которую опять же дают награду суперконтейнеры и не только. Улучшенные навыки этого командира, профилактика и наводчик, а его таланты это неприкосновенный запас и второе дыхание. Если с первым талантом все понятно, это просто получение дополнительных полезных расходников, то вот второй талант является самым сильным перком в игре и по совместительству самым редким, ибо получение кракена в бою весьма непростая задача. Данный командир хорошо себя показывает на всех классах кораблей, за исключением авианосцев. Для них будет полезен лишь один навык, да и то прибавка от него в разы меньше, чем у линкора, крейсера или эсминца. Однако, это не отменяет того, что на всех классах кораблей данный командир иногда может просто перевернуть весь бой и вытащить, казалось бы, безнадежную ситуацию. Наверняка многие из вас видели реплеи, где Харугума поливают противника бесконечным дождем снарядов или Ямато перезаряжает свои пушки меньше, чем за 15 секунд. И это не считая того, что ваш корабль может еще и отхилиться почти наполовину от максимальной боеспособности. В общем, поговорка редко, но метко, это точно про Ямамото. Настоятельно рекомендую при первой возможности начать выполнение кампаний Хелси и Ямамото, так как награда за них действительно стоит затраченных усилий. Ну и да, возможно для кого-то это важно. Все 8 адмиралов обладают собственной персонализацией в виде особых торсеров снарядов, уникального вымпела и фейерверка при активации таланта. Как и то же, могу сказать, что все уникальные командиры по-своему полезны, а адмиралы могут очень сильно повысить потенциал вашего корабля при правильном использовании. Поэтому, если у вас в порту уже есть большинство угольных премов, не скупитесь и купите себе уникального командира на свой любимый корабль. Поверьте, лишним он точно не будет. Ну а на этом данный ролик подходит к концу. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если видео было полезным или интересным. Также приходите на стримы, которые сейчас проходят на ютубе и твиче. А я же с вами прощаюсь. Всем удачи и до встречи в следующем видео.